Правительство осознало, что биткоин невозможно остановить. Итак, мы собираемся подать в суд на Юнисвап. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы ты ни был, где бы ты ни был. Спасибо, что смотрите мои видео. Я здесь вместе с мистером М. Как у вас дела сегодня? Привет, да Винчи. У меня все хорошо. О, Гэри. О, Гэри снова вернулся. Эй, Гэри Генслер потерпел поражение, верно. С XRP и что это? Я думаю, это была долговая ячейка. И да. Итак, эй, ну, надо кого-нибудь найти. Да, и еще ETF. Вы знаете, они пытались остановить ETF, но не смогли этого сделать, верно? И поэтому им нужно было, им нужно преследовать кого-то, чтобы сохранить лицо. Верно? Да, именно. Я думаю, они проиграли СЭК. Верно. СС проиграла битву с ETF. Так что теперь им нужно пойти и выплеснуть свою ярость на что-то или кого-то. Итак, вот и все. Uniswap. DeFi. В общем. Да, мы поговорим об этом сегодня и о многом другом. Но начнем, верно? Давайте перейдем к монетам, верно? Где у нас раздача пасхальных яиц DaVinci J15, верно? Зарегистрируйтесь сейчас, и вы действительно сможете выиграть эти бонусы, верно? Если ваш объем торговли соответствует этим уровням. Так что бум. И вы можете получить легкие деньги за торговлю. Бесплатно. Деньги бесплатно для торговли, чувак. А потом все, чем вы торгуете. Таким образом, если вы торгуете с бонусом в 10 тысяч долларов, весь выигрыш принадлежит вам. Так что бум, да? Как это? Действительно, особенно сейчас, биткоин очень волатилен. Хочешь получить, хочешь использовать. Вы хотите использовать волатильность, чтобы зарабатывать деньги, верно? Да. Именно. Именно. И почему бы нет? Почему нет? Это просто бесплатные деньги. И так хорошо, с учетом сказанного. Давайте тоже. Это верно. Если вы зарегистрируетесь, вы также сможете стать частью торговой группы CoinW. И вы можете увидеть, как мы записываем это вживую. Верно? Потому что на самом деле я делаю это в прямом эфире прямо сейчас, по четвергам, около двух часов. А сейчас на самом деле 2.15, но да, примерно в это время. И поэтому вы действительно можете быть частью этого. Так что, знаете ли, вы могли бы присоединиться бесплатно и посмотреть, как мы делаем это в прямом эфире. А также, если вы хотите получить ответы на некоторые вопросы в конце нашего прямого эфира, мы тоже на них ответим. Хорошо, во-первых, новость на сегодня. Наша любимая пара, Гэри Гангстер. И она всегда доставляет проблемы криптовалюте. Она является нарушителем спокойствия номер один в биткоинах и криптовалютах. Но она также перевернула сценарий, потому что вы заметили, что она выставлена на голосование. Знаешь, она хранит это. Она хранит его для скачивания. Вот черт. Все в порядке. Так что да. Хм, в точке дабла есть много разных криптовалют, которые можно купить и продать, верно? Я уверен, что здесь есть даже обмен универами. Да, вот и все. Вы можете купить обменник здесь. Не волнуйся. Uniswap не работает, верно? Из-за этой новости. Так что это возможность, потому что... Да, они не остановили обмен, верно? Хм, все, что им нужно будет сделать, это дать им возможность... Ну, вы знаете, сделать его еще более децентрализованным, разместить свои веб-приложения в... Хм, вы знаете, децентрализованной системе. И... Хм, чтобы вы не могли, правительство не могу остановить их. И... Ну да. Кроме того, знаете что? Они даже не зарабатывают деньги на том, что вы устраиваете торговый своп. По своим контрактам они не зарабатывают никаких денег. Единственный человек, который зарабатывает деньги, это тот, кто обеспечивает ликвидность. Да, я имею в виду действительно, мой мозг в руинах. Как вы знаете, до прошлой ночи я лежал в постели с лихорадкой. Но, возможно, это может быть для вас хорошей возможностью погостить по Uniswap, не так ли? Что вы думаете? Потому что это, по сути, просто дамп на основе новостей. Но технически Uniswap? С ним ничего не случилось. Собирается обратно подняться. Что вы думаете? Это как хороший способ. Долго это? Каково ваше мнение? Точно. Я имею в виду, что у вас здесь есть преимущества. Благодаря правительству, например, предоставлению вам бесплатной свалки. Бесплатной свалки. Верно. Они также добавили модель «Голова и плечи» и модель «М». Таким образом, вы могли бы сказать «Хорошо, что ж, все вернется к тому, с чего началось». Но это нормально. Это дешевый Uniswap. Потому что Uniswap никуда не денется. Верно. Это децентрализованная биржа. Верно. Это означает, что они не зарабатывают никаких денег на этой бирже. Верно. Вы. Они зарабатывают деньги только другими способами. Верно. Им приходится зарабатывать деньги с помощью других средств рекламы. С помощью своих токенов и Tetherdebre. Верно. Они не зарабатывают деньги через обмен. Им приходится зарабатывать деньги, например, если они хотят зарабатывать деньги на торговле своими токенами. Они должны обеспечить ликвидность своего токена. Так что это один из способов заработка. Да, я думаю, комиссии по ценным бумагам и биржам ЭСЭК не нравится тот факт, что они децентрализованы, и они хотят сказать «нет, нет, нет, мы хотим это контролировать». Поэтому если он децентрализован и автономен, нам это не нравится. Поэтому мы хотим подать на них в суд. Но я также думаю, что это хорошая возможность продлить его, потому что, как вы сказали, с самим Юнисвап ничего не случилось, ничего вроде недостатков безопасности или чего-то еще, что работает нормально. Просто ЭСЭК за этим следит. Так что есть. Это будет похоже на временную свалку, но с сервисами все в порядке, верно? Да, здесь сказано, что комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила уведомление Уэллса. Хорошо. Это значит, что это всего лишь уведомление Уэллса. Так что иск еще не совсем открыт, но он находится на рассмотрении, верно? Так что, по большому счету, когда они выпустили уведомление Уэллса, это означает, что оно находится на рассмотрении, верно? Организация, стоящая за децентрализованным изменением Юнисвап на базе Этериум. Уведомление сигнализирует о том, что ЭСЭК планирует возбудить против компании иск по вопросам, связанным с законодательством о ценных бумагах. Я не удивлен, просто раздражен, разочарован и готов к бою. Адамс также заявил о законности продуктов Юнисвап и раскритиковал СЭК за то, что он считает избирательным подходом к правоприменению. Да? Да. Наша продукция легальна, и мы стоим на правильной стороне истории. Однако СЭК решила атаковать авторитетных игроков, таких как Юнисвап и Коинбейс, игнорируя при этом злоупотребление таких организаций, как FTX. Помните картинку? Элизабет Уоррен. Это старая чушь. Да. Это она. Это ее. Итак, женщина на фотографии. Элизабет Уоррен. Так что да. Да, вся чушь — это состояние пробуждения. Вы помните ту фотографию парня военного, да? Да, защита жизней с помощью ножей. Я помню. А между тем, понимаешь, FTF, нож, да? Знаешь, монета, как она называется? Нож Блокфай. Все они проходят и ранят обычного пользователя. Какие хорошие законные вещи они получают за свои действия. Да, на самом деле это фантастический мем. Это СЭК, защищающий спящего мальчика от всех ножей. Они, как вы сказали, Блокфай, FTF. И тогда… О, да. Юнисвап. Враг. Верно? Ну, как угодно. Понимаешь? Верно. 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 Сумасшедший. Но что, по вашему мнению, произойдет с DeFi? Считаете ли вы, что на данный момент это война, объявление войны старому сектору DeFi? Думаешь, они пойдут? Я надеюсь, что они это сделают. Ага. Я надеюсь, что они это сделают. И любая победа СЭК существенно усилит DeFi. Потому что мы будем изобретать вещи, которые помешают правительству делать то, что оно делает. И это придает криптовалюте больше силы, чем когда-либо прежде. Правительство тупое. Они этого не понимают, знаешь что? Это как когда мы изобрели самолет. Мы изобрели самолет, потому что хотели покорить полет. Потому что гравитация, а это правило, мешал нам летать. И мы хотели нарушить это правило. Нам хотелось выйти и полететь. И поэтому нам пришлось найти решение для этой проблемы. Та же проблема, то же самое происходит и с правительством. Когда правительство применит против нас свои собственные правила, мы найдем решение против этого. Потому что нам нравится, я не знаю, особенно в сфере финансов, «выживать». Это действительно хорошо сказано. Я имею в виду такое ощущение, что SEC по сути судится направо и налево, чтобы посмотреть, что получится. Знаете, у них есть открытые дела с Coinbase, XRP, Oripol, теперь Uniswap. Они, как и везде, просто судятся со всем, думая. Может быть, мы что-нибудь выиграем, верно? Да, богатство. Я знаю точно. Но богатство — это не только власть, но и свобода. А если отнять у людей власть и свободу? Они найдут способы вернуть его. Больше власти вам, SEC. Продолжайте настаивать, потому что в конечном итоге мы придем к тому, что у нас будет такая система, как биткоин, которая позволит каждому обеспечить финансовую свободу. И мы сможем сказать «удачи», «до свидания», «до свидания». И вы ничего не сможете сделать. Этот день приближается, но ты продолжаешь настаивать. Но знаете, в чем дело с людьми? В том, что когда мы это делаем, когда все просто, мы не находим решений для решения не проблемы. Вы видите, как это работает, правительство? Если бы вы оставили нас в покое, в будущем у вас было бы больше власти. Да, действительно. Они так не думают. Это поможет рекламной кампании биткоинов, верно? Так что спасибо тебе. Супер хорошо сказано. В любом случае, я отвлекся. Проблема SEC, выпуск уведомления Уэллса, является шагом в его возрастающих усилиях по регулированию криптоиндустрии, особенно в отношении соблюдения законов о ценных бумагах. Хорошо. Так какие же законы на самом деле нарушил Uniswap? Продолжается напряженность между регулирующими органами и сектором DeFi. Хорошо. Ага. Целью которого является использование технологии блокчейна для устранения посредников финансовых эмитентов. Да. И протвахсанибала открытай э таступлай фанаксава састэ э ака плаха акасэ уксасэ. Боже мой, это безумие. Можно мне это? Ох, черт, вау. Знаешь что, если у вас нет криптовалюты, и вы не купили криптовалюту, обязательно зайдите на Коин в DaVinci15.com прямо сейчас и купите немного криптовалюты. Потому что речь идет о финансовой свободе и возможности торговать своим богатством без отказа правительства, вот почему вы хотите это сделать. Хорошо, однако, развивающаяся и зачастую неясная нормативно-правовая среда часто приводит к разногласиям между инициативами DeFi и властями. Да, потому что у тебя не может быть свободы. Что это такое? Точно. И ответ. Потому что мы не знаем. Я имею в виду, ты просто не можешь. Мы не знаем почему. Мы не говорим вам почему. Ты только... Вы не можете. Это не может быть прозрачным. Оно не может быть децентрализованным. Не может быть открытым. Так что да, смирись с этим. В общем, я собираюсь подать на вас в суд. Я имею в виду, потрясающе. Да, и они подадут в суд на кого угодно. Неважно, где вы. Вот почему я говорю людям повсюду. Не имеет значения, строите ли вы что-нибудь в DeFi или финансовом пространстве. Сек приближается, верно? Это вопрос времени. Проблема в том, что вам нужно быстро строить. И иметь деньги, чтобы пережить натиск. Итак, они идут. Это всего лишь вопрос времени. Убедитесь, что у вас припрятано немного денег для адвокатов. Верно? Чтобы вы могли выиграть, но не выиграли. Не слушайте заранее адвокатов. Верно? Чтобы вы не делали, не звоните адвокатам. Они говорят вам, что делать. Верно? Вы просто делаете это. Затем, когда они придут за вами, вы купите адвокатов. Верно? Ага. Вы очень хорошо сказали на панели. Вы сказали, что вам нужно просить прощения, а не разрешения. Верно? Да, именно. Вы не спрашиваете разрешения. Вы просите прощения. Ты говоришь, прости меня. Дайте прощения. Даже если... Ладно, я не буду петь. Ага. Вот черт. Все в порядке. Крипто-сообщества и наблюдатели за регулирующими органами внимательно следят за этим случаем. Конечно, поскольку результат может повлиять на нормативный подход к платформам DeFi и сектору цифровых активов в целом. Но нет, я надеюсь, что сектор действительно оказывает достаточное давление, чтобы что-то изменилось, и мы добавляем некоторые новые функции, чтобы позволить DeFi продолжать работу и быть сильнее против атак правительства, потому что это произойдет. Вот какой будет результат? Будут изобретения, да? Хотя это может показаться излишним и тому подобное. На самом деле это будет полезно в долгосрочной перспективе. Не так ли? Хм, если они придумают изобретения сегодня, потому что тогда это помешает правительствам завтрашнего дня. Ага. Супер, что сказал. Все в порядке. Говоря о покупках биткоинов, похоже, что Coinbase теперь позволяет клиентам из Великобритании покупать биткоины с помощью Apple Pay. Это потрясающе. Ага. Они всегда, вы знаете, что они не позволят, держу паре, монета. Монета с точкой DaVinci J15, чтобы позволить. Люди покупают вещи, покупают биткоины в Великобритании, но они разрешат Coinbase. Почему? Потому что это большая компания, и мы получили контроль над большой компанией. Фактически они дадут нам большие монеты. На самом деле они, вероятно, уже это делают. Поскольку у вас этого нет, вы можете поискать Coinbase и узнать, предоставят ли они некоторую аудиторскую информацию о том, сколько у них криптовалюты, и доказать, что они это показывают. Биткоин — это открытый публичный реестр, поэтому вы можете делиться этой информацией. И нет, они этого не делают. И просто чтобы вы знали, просто чтобы вы знали, у них есть законное право не иметь вашей криптовалюты. Хорошо. Я хочу, я хочу, чтобы ты это повторил. Я хочу, чтобы вы повторили это в своем мозгу. Coinbase имеет законное право не иметь вашей криптовалюты, поскольку они работают как банк. И банк. Не обязательно иметь резервы. Точно. Я бы перефразировал эту новость и сказал бы, что Coinbase позволяет вам покупать для них криптовалюту с помощью Apple Pay. Спасибо. По сути. Конечно, они кинут даже Google Play и все эти вещи, потому что это не ваши, это их. Вот и все. Да, именно. И ты знаешь. Coinbase благодарит вас за эти покупки. Точно. Спасибо. Вы можете смеяться. Не твой ключ, не твой сыр. Запомни. Точно. Ага. Все в порядке. Ну, вы знаете, Uniswap упал. У меня возникает соблазн приобрести Uniswap, но, вероятно, я сделаю это позже. Позже я собираюсь купить Uniswap, потому что думаю, он еще немного упадет. Я думаю, что цена, вероятно, вернется к отметке в 7-8 долларов. Хм. Это да. Это понятно. Ага. Они, они. Я могу сказать, что это отправная точка. Так что, вероятно, все снова будет хорошо. Знаете, наверное, превзошел это. Ну, это всегда высокий уровень, особенно если он выйдет из этого иска невредимым. Есть ли шанс, что он выйдет невредимым? Да, есть вероятность, что с ними ничего не случится. И если даже с ними что-то случится, это не значит, что Uniswap исчезает. Это не значит, что вы не можете разрушить контракт. Верно. Так что вы можете просто пойти и использовать контракт без них. Верно. Вы создаете веб-сайт, чтобы использовать контракт. Ага. Я согласен. Это просто весело. Да, именно. Так что с токеном и все будет в порядке. И да, мы, вероятно, поменяем здесь направление и добьемся очень хороших результатов. Итак, я готов сделать ставку на Uniswap. Все в порядке. И вы можете сделать это за монету. Хорошо. Что ж, спасибо вам, ребята, за просмотр. Я знаю, что это было немного долго, но мне было слишком весело. Такой же. Высмеивает правительство. И да, увидимся завтра в прямом эфире, верно? Да, именно. Огромное спасибо, да Винчи, за то, что ты меня принял. Мне нравится быть на вашем шоу. Теперь я возвращаюсь в постель. Все в порядке. Не принимайте близко к сердцу. Ты отдохни, чувак. Пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok